Ммм, о ком ты думаешь, когда дрочишь? Та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-дари... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. На связи Кин, и сегодня я решил попробовать новую для канала рубрику. Глупости сериала. Ну или косяки сериала, или грехи сериала, неточности, ляпы... В общем, название еще выберем. Суть практически такая же, как у Киногрехов, только адаптированная под формат сериалов. То есть я буду рассказывать вам о глупостях, несостыковках, или просто лично моих непонятках того или иного сериала. Если же я где-то буду неправ, или что-то не замечу, то можете написать об этом в комментариях. Как вы знаете, я всегда их читаю, и если есть что сказать, отвечаю. Отвечаю, отвечаю. И сегодня ко мне на стол попала адаптация от Netflix мультсериала Винкс. Судьба, сага, Винкс. Сразу говорю, я не смотрел мультсериал, и знаю его поверхностно. Поэтому, если мне что-то непонятно, но это было в мульте, то не канает. Сериал есть сериал. И я не обязан быть знаком с первоисточником, чтобы что-то понимать. Если же вам интересно, что это вообще за сериал, то сейчас вверху появится всплывашка с обзором. И если ее нет, значит я или забил, или сделаю обзор чуть позже. А пока я, наверное, добавлю туда всплывашку с обзором на что-нибудь другое. И если вкратце, то сериал расскажет про школу феи в другом мире, на которую напала монструозная тварь. В целом, сериал смотрибельный, но не без своих косяков, о которых мы сейчас и поговорим. Только предупреждаю сразу, будут спойлеры жирнющие. Первое, что мне бросилось в глаза, это ученики-бойцы без магии. В принципе, для чего они здесь, понятно. Феями рождаются не все, а боевая единица нужна. Поэтому бессильных учат биться. Мы первейшая линия обороны. Надежность в нашем ненадежном будущем. То есть, как я понял, основным бойцом выступает чувак без силы. А фея является его магической поддержкой, помощью и прикрытием. Ты должна доверять специалисту, который защищает тебя, пока ты целишься. А ты должен доверять фее, чтобы победить. Что нам и показывают на учениях. Войне. Но, почему бы не научить фей боевым искусством? То есть, да, Тера, Аиша, Блум и Стелла смогут биться и без солдата. А Муза? Да ей же прямым текстом говорят. Не все феи могут быть полезны в бою. Поддержка важна также, если не больше. Твоя магия поможет нам находить уязвимости и выявлять врагов. Это все, конечно, хорошо. Но если она будет один на один с каким-нибудь монстром, почему бы не обучить ее боевым навыкам? При этом она, как эмпат в битве, могла бы понимать, что чувствует противник. И использовать это. А если, как нам показали в конце, она может еще и внушать эмоции, то у нас тут кто-то вроде Мантис. А Мантис опасна в битве один на один. Останки в пещерах. Чьи они? Ты боишься? Вот и получается, что вместо нескольких бойцов можно было бы использовать одного, более одаренного. Теперь о самих врагах фей. Сожженных. Сожженные наделены нечеловеческой силой и скоростью. Ага, они настолько сильны, что этот упырь не смог выломать сетку в погоне за Блум. Надорванную сетку. Этого упыря вообще насадили на кебаб простым толчком воды. Кстати, в этом моменте я так и не понял, сожженный умер или нет. Просто в дальнейшем нам показали, что сожженных можно убить, сжигая их изнутри. Хотя этот косплеер Логана вроде не показывает признаков жизни. Ну а если так, то вот еще об этом моменте. Отец выстрелил в него дважды. Один раз в грудь, другой в голову. И он не умер. Видимо, надо было просто брать калибр побольше. Раз пробивание тела их убивает. Ну и третий красавчик, на которого я обратил внимание, видимо, самый быстрый. Раз он гнался за феей со сломанной ногой на минуточку целых 15 секунд. Да, с одной стороны это всего 15 секунд. Но блин. Да он, блин, должен был ее на месте порешить. Да и что это за отряд лучших военных учеников? Вы во время миссии узнали, что угольков много. Так почему бы не отступить в школу и не вызвать подмогу? Можно, конечно, предположить, что монстры напали из засады. Но нет. По ним явно не скажут, что они умеют сидеть в засаде и планировать нападение. А в связи с этим, почему, как только вы узнали, что их много, не накастовали какой-нибудь защиты и не сбежали? Но как итог. Едем дальше. Максимально очевидная злодейка, максимально очевидно. А вот не очевидного взяли и просто так слили. Хотя он мог бы быть неплохим таким твистом в будущем. Теперь обратим внимание на директрису. Что у нее за сила? Как я понял, силы всех фей делятся на элементы с подэлементами. Сила. А также электропроводность. Но какая сила у самой директрисы? Она и сожженных закопала, как я понимаю, при помощи магии. Ты их похоронила? Благодарю. И у воды капельки отделяла. И сожженного она сожгла изнутри. И в голову Беатриксона может залезть. Что это за такая коллаборация сил? Ладно, может быть хотя бы в следующем сезоне я пойму ее силы. Ааа, ну да, точно. День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Теперь о ловушке, созданной для охранной пленницы в кабинете директрисы. Она работает только на одного вошедшего? И ведь нигде не говорится, на кого она сработает. На фею или человека? Может она работает вообще на любое живое существо? Например, можно кинуть туда таракана, ловушка захлопнется и можно идти. Да и что за бред? Почему только на одного? Директрисе не приходило в голову, что будет несколько лазутчиков? Или возможно кто-то приведет с собой жертву для ловушки? Да не, пофигу. За ней точно придет кто-то один. И словно жулик из Даши-путешественницы, увидев ловушку, скажет Ужас! И уйдет. Дальше. Муза и Сэм решают переспать в комнате общаги. Которые на секундочку имеют доступ как минимум терра. А как максимум все. Теперь к родителям Блум. При пожаре вместо того, чтобы схватить жену и бежать за дочкой, отец предпочитает отсидеться в углу. Мама! Она цела! Отмазка, что он надышался гарью, не канает. Мать надышалась. Она вырубилась или даже не просыпалась. А вот отец проснулся и зачем-то притащил мать к стене. Вместо того, чтобы притащить к двери на выход. Ах да, еще и это. Вытащи ее отсюда! Ммм, маленькая девочка без явных физических показателей будет тащить взрослую тетку на несколько размеров больше ее через огонь. На это бы я глянул. Можно, конечно, еще предположить, что отец испугался комнатой, объятой пламенем. Но, блин, с одной стороны страх, а с другой жена и дочка, погибающие в огне. Так что мой вердикт, отец мудак. А мать Стеллы, сука. Но это не предъява. Просто захотелось сказать. Едем дальше. А вот и Астерделл. Как спрятан Астерделл? Что это показывает? Что у Аиши бунтарский нрав? Нет, дальше она заложит подруг директрисе. Тогда может это показывать, что она нестеснительная? И что дальше? На что это влияет в дальнейшем сериале? Да хер его знает. В ходе королевы тоже был момент с выделениями, скажем так. Там Бет не знала про месячные и, соответственно, про тампоны. Но это нам говорило о жизни Бет. О том, как она росла, о ее отрешенности. О том, что из-за всего этого она не знает даже вроде бы, как бы, казалось, элементарных вещей о себе и своем теле. Ну, а тут... Никогда не закрываюсь. Я ведь была в команде пловцов. Может быть, сериал обязательно хотел сказать, что она была в команде пловцов? Так, она и так об этом упоминала в разговоре с Музой и Терой. И так и что? Вперед, писающие пловцы? Я хрен знаю. Кстати, о разговоре между Терой, Музой и Аишей. Значит, ты ее слышала? Что? У нас в комнате. Ты надела наушники и делала вид, словно не слышишь меня. Но ее ты слышала. Аммм... Так, в комнате Муза сделала вид, что не слышит Теру, когда надела наушники, а Тера говорила. Вообще-то этот больше... Муза. А во время общения с Аишей наушники Музы все время висели на шее. Так что предъява не по факту. Ну и напоследок. На школу напало сколько там? Десять упырей. Так, спокойно. С учетом того, что первого смогли победить в стиле Логана две феи, второго, особо не напрягаясь, положили на лопатки пять фей и один воин. Да, там еще была директриса, но она именно добила дохлика. Так и возникает вопрос, какого хрена, когда на школу напало десять упырей, все спрятались за баррикадами? Да там феи, солдат, хоть жопой жуй. Да толкни им правильную речь, и они окирембо пойдут бошки крушить. Да, конечно, рисковать учениками нехорошо. Но что опасней? Если сотня феи и сотня солдат пойдут биться против десятерых упырей, или же если этим двум сотням внушить страх и заставить сидеть в баррикаде? Ну, как мы увидели, выбор тут очевиден. Стройте баррикады! Ну и предъява лично от меня. Где мини-юбка и топик после Энчантикса? Я хотел порадовать глаза бессмысленной оголенкой, но меня ее лишили, чем очень сильно меня разочаровали. И, пожалуй, то, что я мог бы отнести к самым очевидным косякам сериала, это Терра. Но знаете что? Я ее отнесу даже к плюсам, так как она достаточно колоритный и один из самых интересных персонажей сериала. Ну и закончим на этом. Ну вот вроде и все мелочи, которые я заметил. Да, возможно, где-то в сериале я просто придирался, а может где-то что-то пропустил. Так что, если вам есть что добавить, то пишите в комментариях. Но в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал, и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. А также не забывайте, что практически каждую среду, четверг или пятницу мы на канале проводим стримы, на которых смотрим разного рода короткометражки. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока!